здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала а также парфманьяки и просто любители парфюмерии сегодня у меня будет обзор аромата от французского дома герлен который называется эль хом идеаль экстрим это концентрация о де парфам и я хотел бы сказать что с этим ароматом у меня не все однозначно хотите знать почему тогда оставайтесь на канале я вам все расскажу этот аромат я брал и вслепую и на это было несколько причин первая причина это было то что написано что эта версия экстрим и для меня экстрим это что-то более громкое более такое насыщенное более яркое вторая причина это было то что у него была очень привлекательная цена и третья причина этот флакон был просто последний на полке и вот эти вот три причины в совокупной ности перевесили в пользу того чтобы я взял этот аромат без теста и сейчас мы обратимся к сайту фрагрантика посмотрим на его ноты а потом я расскажу вам об ощущениях пользования этим ароматом и так эль хом идеаль экстрим герлен это аромат для мужчин он принадлежит группе восточные древесные это новое издание и выпущено в 2020 году парфюмер терри вассор верхние ноты это миндаль розовый перец и бергамот средние ноты это слива корица и гелиотроп а базовая нота это табак кожа пачули и кеда и если мы посмотрим как ощущается этот аромат то он ощущается как фруктовый сладкий миндальный табачный кожаный теплый пряный ореховый коричный древесный и пудровый начну как всегда свой обзор с упаковки вот так вот выглядит упаковка этого парфюма спереди написано эль хом идеаль экстрим вода парфам герлен 100 миллилитров и сзади мы видим ингредиенты и снизу мы видим и бэч кот теперь вам покажу как выглядит сам флакон вот так и выглядит этот флакон и спереди наклейка написано эль хом идеаль герлен жидкости темновато желтого даже сказал коричневатого цвета крышка пластиковая захлопывается очень неплохо сверху на ней есть логотип и снизу мы видим наклейку и бэч кот и теперь я нанесу аромат на кожу и расскажу вам как же он пахнет стартует ароматы фруктово миндальным аккордом и все это в обрамлении пряности корицы и черного перца постепенно к этим нотам прибавляется аромат табака и вишни и в принципе вот так и линейно аромат уже звучит до самого конца и пирамиде заявлены ноты сливы и заявлены ноты кожи но я так и не почувствовал их в пирамиде если сказать честно то по названию этот аромат меня немного разочаровал написано что это экстрим экстрим обычно подразумевает что-то громкое что-то более насыщенное что-то яркое на самом деле этот аромат и оказался очень спокойный и негромкий и этот факт меня немного разочаровал но это не говорит что аромат и плохой он собран очень хорошо у него нету никаких кричащих нот и в принципе он довольно таки комплементарный если говорить в общем про аромат то этот аромат и со средней степенью сладости по 10 бальной шкале я бы дал ему пятерку и по пряности я бы дал ему 23 потому как и пряность звучит только в начале а потом она уже практически стихает и если говорить про его стойкость то стойкость этого аромата ниже средней и на моей коже он держится где-то три часа три с половиной часа и нормальный шлейф ощущается где-то в первые полчаса а потом он уже звучит близко к коже сам по себе ароматы очень спокойный очень негромкий я бы сказал бы даже интимы он хорошо подойдет куда-нибудь на какой-нибудь знаете встречу и допустим на свидание либо же я его использую после душа вечером перед сном у меня вообще есть несколько парфюмов которыми я пользуюсь после душа перед сном если вам интересно я могу сделать видео про эти ароматы если говорить про время суток для этого аромата то как я уже сказал это скорее вечерний аромат и по времени года я бы его отнесся к более холодному времени года так как он сам по себе сладковатый по звучанию если говорить по про возраст и на которые можно одеть этот аромат то и я вижу его как универсальный его может одеть как молодой парень также его может одеть мужчина в годах и кому можно посоветовать этот аромат этот аромат можно посоветовать мужчинам которые любят слегка сладкие ароматы с фруктами и деревянными нотами вот вы в принципе услышали мое мнение по этому аромату как всегда можете оставить свои комментарии под видео а я прощаюсь с вами будьте здоровы и до новых встреч пока